всем привет мои хорошие вы на канале 30 плюс сегодня мы с вами говорим про признаки нарушения функции щитовидки и соответственно как их можно обнаружить не сдавая кучу анализов ребята меня с темой анализов уже просто добивает соответственно анализы меняются каждый день вот что вы съели что вы пописали что вы там выпили как вы спали как лежали ваши органы соответственно вот это все можно менять в течение суток базовые сложные анализы там когда у человека прям реально какая-то серьезная проблема они не меняются остальные вплоть до электролитов минеральных солей ваших какашек пиписек и всего этого это меняется в течение суток поэтому вот сейчас я вам назову просто базу которую можно понять симптомы снижения активности это усталость тревожность капризность увеличение веса запоры вздутие живота мышечная слабость непереносимость холода хриплость соответственно снижение либидо бесплодие сонливость и проблемы с пробуждением утром соответственно вот эти все нервозы они приводят к тому что учащается пульс потливость избыточная активность кишечника быстрая необъяснимая потеря веса у некоторых прям выпадают клоками волосы и соответственно откуда вся берется эта проблематика в первую очередь стоит обращать внимание на генетику то есть есть если у родителей у кого-то из родственников были заболевания то вам необходимо проходить обследование на генетическую канву часто накладывается аутоиммунные атаки это уже так называемый аид хашимото то есть если у вас там дырявый кишечник патогенная нагрузка господи 90 процентов имеет синдром дырявого кишечника кроме тех кто постоянно его залечивает пропивает коллаген не ест сладкое не пьет кофе не ест много клетчатки в общем понимаете да это все такая история очень тонкая факторы риска которые неконтролируемые это дефициты питательных веществ то есть здесь сразу аля привет селен цинк йод железо все это уже понятно что надо выучить селен легко там жирная рыба бразильские орехи то есть здесь просто надо выучить продукты которых я постоянно вам пою в своих вечных stories промышленно переработанные продукты там сахар масло мясные изделия знаете такие а-ля деликатесы от которых потом рыгаешь трое суток и думаешь какой спортзал себя залить такого я вам не желаю ко мне приходят и прям кается алена вот жил вот так соответственно не нужен ну теперь по-другому избыток кофеина кофе есть везде в чае да в некоторые попси колу пьют грешники ладно я вас сегодня прощаю господь вас тоже прощает но просто избыток кофеина это привет остеопороз привет проблема мочекаменной болезни и соответственно дефициты по всем фронтам ведь ортофосфорная кислота мы все знаем что она делать не только с зубами но и с мозгом сразу алкоголь всем привет дефицит группы витаминов b всем привет и дефицит витамина d проблема с усвоением из-за плохой работы кишечника вот это меня преследовало с детства я сегодня смотрела в stories девчонку которая веган показывает как она есть да у нее не то что то она говорит я помогаю людям худеть а мне было так странно так страшно смешно от того что эти люди просто после этой клетчатки они вообще жрать не смогут то есть там проблемы с усвоением питательных веществ вследствие плохой работы кишечники кишечник раздражен бесконечные поносы и все так благодарны о том что они снизили вес и просто просто попали в другую проблемную историю в общем ладно отсутствие стресса это важно вообще по всем фронтам также как и недостаток сна перетренированность малоподвижность плюс токсичность продуктов у меня часто бывало покупочка такая что потом три дня печень здравствуйте поэтому если вы покупаете еду в супермаркетах супер тщательно ее проверяйте если не хотите кучу врачей после коротко о главном что надо делать первый отказ от глютенов от глютена другой момент контролировать уровень селена йода железо цинка витамина d и группы b все это есть в питании я перечислила мясо и яйца бразильские орехи морепродукты семечки нут какао кунжут жирная рыба все это ну ну да ну да без глютена жизнь даже если у вас нет аутоиммунки просто просто это необходимо и плюс поставьте отдых на первое место люди которые знаете вечно вечные stories вечные в комментариях у них у самих все быстро стреляет у меня тоже такая была история я оля работала работница чем больше работаешь тем больше стресс соответственно работать с токсичностью проанализируйте список своих лекарств может быть каких-то чистящих средств все это влияет плюс чистый рацион и пробиотики также как омега витамин d и группа b это супер важно история и морские водоросли с ними будьте поаккуратнее как и с добавками йода почему часто организм реагирует на эти продукты совсем не так как хотелось бы нервозностью пульсом аллергии отеками это значит что щитовидные железе не по душе добро которое вы пытаетесь в нее навалить соответственно здесь нужно с врачом разобраться можно ли вам йод или нельзя и вообще вы можете оценить свое состояние по отекам по жиру на животе про усталости если вы ели что-то достаточно долго она была не как сразу вылезет ваш вам организм соответственно если мы приучим себя к тому что низкое качество жизни это норма то это будет прям таки большая трудность главное условие для здоровой щитовидной железы это жить в общем что мы не в спячке соответственно как не надо делать ложиться спать глухой ночью игнорировать вопли кишечника поносы запоры и другие проблемы годами находиться в состоянии выгорания и депрессии кормить свой стресс кофеином питаться полуфабрикатами соответственно и думать что 50 грамм белка в день это норма круче ну какой-то абсурд и замирать и вообще постоянно стагнировать самый быстрый эффективный способ избавиться от здоровой эндокринной системы аля я в спячке я не думаю мне надо себя обеспечивать мне надо ничего делать вот так вот как бы им салатики и получаю себе проблему не надо так делать и считать что зябкость отеки сонливость это норма это жестко конечно жестко ограничивать калории как не пишут я съедаю 1200 калорий здорово здравствуйте гипотероз здравствуйте проблемы щитовидная железа отомстит за оба перекоса то есть жестко ограничиваясь калорийность и количество углеводов щитовидка потом вам не пропустит соответственно активные всем недели вы на канале 30 плюс психологом-нутрициологом аленой подписывайтесь на меня во всех моих социальных сетях где вы можете брать информацию в текстовом формате прописанную иногда есть добавки иногда есть питание иногда есть я всем пока пока